Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня будет не совсем стандартное видео, ни о косметике, ни о уходе. Обо всем понемногу, и в том числе я отвечу на некоторые ваши вопросы. Я бы хотела поговорить с вами о том, как я работаю над собой, как я борюсь с плохим настроением. И да, я обычный живой человек, который также переживает и страдает от хамства, как и вы, мои дорогие. И вы мне писали об этом. И я точно так же, как и вы, переживаю какие-то кризисы в своей жизни. Эти кризисы не связаны никогда с возрастом. Так получается, что я как-то спокойно отношусь к своему возрасту, вы знаете, я его не скрываю. Больше такие вот душевные кризисы, они у меня связаны с людьми вокруг меня, которые меня расстраивают. Конечно же, мы сегодня поговорим о том, что вдохновляет меня вот такой слякотной зимой, когда не очень хорошее у всех настроение, когда практически нет солнца на улице, когда соседи не успокаиваются даже ночью и не дают нам, увы, спать. Ничего поделать с этим невозможно. Снимаю я сейчас в нашей столовой, потому что в зале происходит какое-то опять вакханалие там наверху. И невозможно совершенно снимать. Трясется потолок, люстры, в общем, что-то там такое странное. Вы говорили мне о том, что вас очень сильно расстраивают тираны. В принципе, каждый из вас хотя бы однажды встречал, либо в виде учителя, либо в виде соседа, или в виде сотрудника, или начальника, человека, который бы очень сильно вас раздражал, которого бы раздражали вы, и который бы на вас давил каким-то образом. Но назвать таких людей можно по-разному. Можно назвать тираны, можно назвать садисты, и можно назвать просто люди с особенностями характера. Мое отношение к этим людям, я стараюсь не иметь с ними отношения. И даже если мне это невыгодно по работе, именно эти люди способствуют понижению вашей самооценки. Я не могу рекомендовать вам уйти с работы, если у вас такой начальник, который над вами издевается, который регулярно портит вам настроение, от которого вы рыдаете, плачете. Я бы хотела вам сказать, что действительно важно сделать, это остановиться и понять, для чего вы все это терпите. Возьмите листок бумаги и напишите для себя плюсы и минусы при контакте с этим человеком, или при работе конкретно в этой фирме, или в этом замужестве, если у вас вот такое веселое замужество, да? Ну, или если вы мужчина, если вы женаты, вот так, к сожалению, неудачно. Вы должны составить себе список плюсов и минусов и посчитать. Знаете, в Библии есть такой стих, каждый строящий башню должен посчитать ее стоимость. Сможет ли он закончить, то есть хватит ли у него средств, иначе все видящие его будут потом смеяться, если он не сможет закончить, что вот он начал строить и не смог закончить. Ну, это, конечно же, иносказательно. Это о том, что мы строим свою жизнь сами, и мы должны посчитать стоимость этого строительства правильно, чтобы не получилось так, что 10 лет, допустим, вы вкладывали в этого человека, в моей жизни такое было, и терпели, и мучились, и страдали, и плакали. Терпение ваше уже на исходе, но вы почему-то все еще терпите этого человека. Будь то начальник, или ваш супруг, или ваша подруга, или друг, или ваш даже какой-то родственник. Мы сделали такой список. Посмотрите еще раз, действительно ли важны для вас те плюсы, которые вы отметили. В том случае, если эти плюсы, ну, к примеру, хорошая зарплата, прекрасный вид из офиса, вам обещают повышение, но до сих пор почему-то никак его не дали, ну и так далее. Вот что-то такое. Если эти плюсы действительно суперзначительны, и ради них вы готовы терпеть все дальнейшие издевательства, то тогда дело ваше, только вы можете выбрать. Очень часто случается так, что после того, когда человек составляет вот такой список, в итоге оказывается, что плюсов не так уж много, или они не столь значительны, как он думал. И тогда он просто принимает решение, к примеру, уйти с работы, или развестись, или прекратить общение с этой подругой, или, например, минимизировать отношения с родственником. Только после того, как вы вот это все сделаете, вы поймете, насколько важна и нужна для вас эта работа или этот человек. Далее, как реагировать на агрессию? Конечно же, не агрессии. Однозначно нет. Нужно попытаться сбить человека с толку, сбить его вот такой вот пыл бешеный. Вы бездарю, допустим, кричит человек, или вы ничего не сделали. Или, возможно, даже на этот момент, когда вы хотите прекратить эти крики, нужно согласиться. И, может быть, это ведет немного вступа. Человеку он прекратит просто кричать, орать и беситься. В качестве защиты очень часто реакцией бывает нападение. И он как бы ждет, что вы будете защищаться активно, или как-то нападать, или заплачете, возможно, даже. И, может быть, именно это доставляет ему удовольствие. Да, действительно, есть такие люди, к сожалению, они есть во многих компаниях, и в общении вашем такие люди могут быть. А что делать, если это подруга или друг? Ну, опять же, напишите себе плюсы и минусы этого человека. Действительно ли вам нужен вот такой человек, о котором, к примеру, вы заботитесь, но который все время неблагодарен, и он все время проявляет к вам агрессию по любому абсолютному поводу. Но вы упорно продолжаете о нем заботиться, с ним дружить, с ним встречаться. По поводу брака никаких решений развестись или сойтись дать вам не могу. Какие ситуации расстраивают меня? И что я делаю для того, чтобы восстановиться и улучшить свое настроение, чтобы как-то немного пройти как бы мимо всего того, что выдает вот такой вот агрессивный человек? Да, такие люди в моей жизни, к сожалению, встречались, как и в жизни, опять же, каждого человека. Я не думаю, что вы живете на какой-то другой планете, на планете Земля. Как мы знаем, все люди, в принципе, делятся на определенные категории. Такие люди были, были люди очень неблагодарные. Я старалась от них избавиться, но не сразу получалось, и не сразу я понимала, что это неблагодарность. А, к примеру, был один человек, даже не буду называть пол этого человека, но когда я хотела очень сильно ему, ей, неважно, помочь, когда человек остался просто один, в сложной ситуации, без денег, без работы, я буквально выносила продукты из своего холодильника, помогала разобрести квартиру, которая превратилась в кошмар из-за депрессии, в которой оказался этот человек. И в итоге, когда я вышла в повторный раз замуж, я получила массу зависти и негатива. Что тут сказать? Конечно, неблагодарность – это самое неприятное после смерти и болезни, наверное. И я приняла решение, что я больше не общаюсь с этим человеком, тем более, что и, в общем-то, необходимость во мне как-то отпала, как в палочке-выручалочке. Нашлась работа, как-то все нормализовалось, чему я очень-очень рада. Я никогда ни с кем не люблю ссориться, я люблю расставаться мирно, если есть такая вот возможность. Если, конечно, человек не очень глуп, чтобы скандалить, кричать и потом ненавидеть. Но такие варианты, к сожалению, тоже были. По поводу работы. Да, такое тоже происходило, когда люди, от которых я зависела профессионально, вели себя некорректно, объяснить ничего невозможно. Если ты будешь спорить, то тебя как бы уволят сразу, ну или с этого проекта, или, в принципе, из какой-то организации, где ты работаешь. Ну, тут я могу посоветовать только одно. Действительно, посчитать стоимость. Нужно ли вам в дальнейшем общаться с этим человеком, работать в этом проекте и в этой организации? Это вот единственное. Что я делала всегда, это, к сожалению, мне приходилось расставаться с такими людьми. И, соответственно, да, я теряла работу, к сожалению, но зато я приобретала большую уверенность в себе, душевное спокойствие. И благодаря тому, что я верила в свои силы, всегда находилась лучшая работа. И я даже была всегда очень удивлена вот такой вот поддержке от Бога. Если кто-то не верит в Бога, ничего страшного. Пусть вас не смущают мои слова. Что еще мне помогает в моменты депрессии, какого-то сложного такого настроения, и когда я очень сильно расстроена? Мне помогает положительное мышление. Я изучала его много лет. И изучала я его по книгам, по зарубежным книгам. И, конечно же, я смотрела видео Луизы Хэй. Наверное, вы все хорошо ее знаете. Если не знаете, то я очень советую вам с ней познакомиться. К сожалению, этой женщины уже нет, но она действительно фантастический психолог от природы. И эта женщина, пережившая огромные тяжелые обстоятельства в своей жизни, вплоть до насилия в детстве. И тем не менее, она создала свое издательство, она преподавала положительное мышление, она делала видео, она делала все, чтобы помочь другим людям поверить в свои силы и восстановиться. То есть начать жить новой жизнью, избавиться от тех людей, которые вам не нужны. И приобрести абсолютно новые жизненные навыки положительного мышления, хорошего настроения и самовосстановления. Это несложно, но это тоже труд. Те, кто не готов ничего делать и хочет просто посмотреть видео, чтобы у него все нормализовалось, то нет, это не таблетка, это труд. Нужно будет вкладывать какие-то силы, нужно будет регулярно делать определенные психологические упражнения, практики. Они несложные, но они должны быть. Основой основ для меня сейчас является положительное утверждение, которое помогает мне собраться, привести себя в порядок, включить камеру и разговаривать об этом с вами, что сегодня я и сделала. Почему сегодня у меня было такое настроение? И, собственно, несколько дней подряд, К сожалению, одновременно я встретила на работе таких людей, которые, в принципе, всегда находятся в плохом настроении, не очень рады своей работе. Больше всего меня расстраивают люди, которым не нравится их работа. Таких очень много, в искусстве в том числе. Ну, не то чтобы, может быть, не нравится. Они, наверное, очень хвалятся ей и рассказывают о том, какие они замечательные. А на работе они раздражены, их раздражает все, у них плохое настроение, им сразу же хочется домой, как только они приходят на работу. Таких людей, к сожалению, очень много. В общем, сейчас я просто восстанавливаюсь после вот таких вот людей. Ну, и еще, конечно, произошло одно не очень хорошее событие. Просто родители моих подруги ушли друг за другом. Это были уже очень пожилые люди. Один не смог жить, к сожалению, без другого. И случилось так, что он сразу же очень быстро умер. Этих людей я знала очень хорошо. Это случилось вот буквально недавно. И для меня, конечно, это тоже потеря. Это такой эмоциональный шок. Хотя я понимаю, что пожилой человек, когда-то мы все умрем, и к этому нужно быть готовым. Но каждый раз это какая-то такая неожиданность. Были вокалисты, они преподавали классический вокал. Ох, это очень тяжело. И даже сейчас мне тяжело об этом говорить. Но я представляю, как тяжело дочери. Моя подруга живет в Америке. Ей пришлось, естественно, в срочном порядке приезжать вначале из-за того, что маме стало плохо. И вот потом, буквально через несколько дней, не стало папой. Я только могу себе представить, как ей тяжело. И даже мне, честно говоря, было сложно. Просто эти люди довольно много принимали участие когда-то в моей жизни. Когда мне была нужна действительно поддержка, когда я только родила ребенка. Я говорила, что я тоже занималась классическим вокалом с педагогами Большого театра. И это были действительно хорошие педагоги. Но когда я закончила, когда я уже была актрисой, мне нужна была тоже какая-то поддержка, какой-то совет. И их советы всегда были очень вовремя, очень правильными. Вчера было очень сложно, честно говоря. Я смотрела видео, которое разместила их дочка, моя подруга, под их совместное исполнение, очень красивые, трогательные песни. Были их фотографии, я все это вспоминала. И моя дочка, молодец такая, меня утешала. Ах, теперь я буду с красным носом. Ну и по вполне понятным причинам, да, я живой человек. Мне несколько дней довольно сложно. И я стараюсь все равно взять себя в руки. И очень мне помогают мои положительные утверждения, которые я когда-то подобрала для себя много лет назад. Они до сих пор работают. Простите. Хорошая практика, которая вытягивает даже из каких-то сложных ситуаций. Даже когда был такой момент, что, допустим, не было работы, и был ребенок, и не было денег, и никто не помогал. Вот, к сожалению, да, вообще мне никогда никто не помогал. Ни бывший муж, ни какие-то друзья. Ну, кроме мамы, конечно, маме спасибо. Я всегда обращалась за поддержкой как бы к самой себе, к своим внутренним силам, и помогала себе, разговаривая с ребенком внутри себя. В общем-то, вот в этом и состоит суть учения о положительном мышлении, о том, что нужно разобраться в самом себе, нужно научиться поддерживать себя. И никто лучше вас, вас не знает и не поддержит. Что еще мне очень хорошо помогает? Конечно же, то, что у меня хорошая благодарная дочка. За это ей огромное спасибо. И она очень часто пишет мне просто трогательные смс-ки, что-то вроде «мама, спасибо, что ты о нас так заботишься», там, встаешь в 6 утра и делаешь нам завтрак с собой, или там, я не знаю, кофе в стаканчике, в машину. Это очень трогательно. И это, в общем-то, не для этого, естественно, мы рожаем детей, чтобы получать от них благодарность. Но благодарности всегда хочется, естественно, особенно если вы хорошая мама, и делаете все максимально возможное, иногда в ущерб своему здоровью и своему какому-то личному времени, работе, для того, чтобы ваши близкие люди были счастливы. Для меня несложно заботиться, я люблю это делать. Но, как я уже говорила, я не мазохистка. Конечно же, как нормальному каждому человеку хочется какой-то отдачи. И я очень рада, что сейчас в моей семье только те люди, которые благодарны мне вот за такую заботу, за такое мое рвение, оно абсолютно естественное, я еще раз говорю, оно не доставляет мне никаких терзаний, мучений и трудов. Мне это нравится. Бывает так, что для того, чтобы восстановить настроение какое-то определенное, ну, такое, несложное какие-то, к примеру, сгорел обед, про который я забыла, такое тоже иногда бывает, чем-то увлечешься, что-то смотришь, что-то делаешь, с кем-то общаешься, и у нас иногда происходят какие-то сбои в электричестве. И наша индукционная плита пару раз переключалась сама на максимальное, сгорала все, что я с таким, в общем, трудом, любовью делала на обед. Но ничего страшного, я умею быстро готовить, и я люблю несложные какие-то блюда. И даже если они выглядят сложными, в принципе, они на самом деле в приготовлении очень простые. Именно вот так я люблю готовить, как готовила моя бабушка. Просто все за 3 минуты и супер вкусно. Для тех, кто интересуется кухней, какими-то блюдами, рецептами, вы можете посмотреть. Некоторые из них я выкладывала, но они такие простые, в принципе, но очень-очень вкусные. Такой плейлист, ухаживаем за собой и готовим. Вот так он называется. Посмотрите, кому интересно. И, кстати, конечно же, делитесь своими рецептами, чем-то вкусненьким. Если будут какие-то интересные рецепты, я всегда с удовольствием сниму по ним видео и что-то приготовлю. Что мне поднимает настроение? Еда нет. Я абсолютно спокойна. Мне никогда не хочется выпить, покурить там что-то, я не знаю что. Я никогда в жизни не курила и не буду. И алкоголем я не увлекаюсь. И, в принципе, это не мое абсолютно. Есть такой термин, как быстрая печень. То есть, когда человек не пьянеет, но у него просто болит сразу же голова. Он абсолютно трезвый, все пьяные вокруг, глупые разговоры. Меня это смущает. И поэтому я, в принципе, не пью, потому что, ну, просто на меня это влияет исключительно плохо на здоровье. Никак состояние мое трезвое не меняется. Так что же в итоге меня вдохновляет? Меня вдохновляют очень простые вещи. Как ни странно, меня может вдохновлять хорошая музыка, классическая музыка, популярная музыка, какая-то такая, под которую хочется танцевать. И танцевать я тоже училась профессионально. Поэтому иногда я могу просто вот надеть высокие каблучки и что-то сама себе с удовольствием потанцевать. Ну, или там для мужа, для дочки. Не важно. А что еще помогает мне наряду с моим положительным мышлением, которое я всегда использую, но всегда работает, что помогает быстрее восстановиться? Это хорошая литература, которую я читаю. В частности, сейчас я читаю... У меня довольно много других изданий. Просто показываю вам то, что лежит у меня все время на столе, на кухне, где я сейчас нахожусь, Пушкина. В течение какого-то времени, в процессе взросления, вот сейчас, после 40, я начинаю понимать, почему Пушкина так любила Файна Георгиевна Раневская, замечательная актриса. Я очень часто репетировала в ее гримерной, потому что я работала, как и она, в театре Моссовета. Я понимаю, почему он ей так нравился. Потому что Пушкин хороший психолог. Глубоко рылся в психологии каждого человека, пытался в ней разобраться. И с учетом всего этого дорабатывал, разрабатывал характеры людей. Они очень реальные. То есть, если разобраться, да, действительно, это определенные психотипы. Они очень интересные. Так же, как и у Гоголя. Я говорила вам, что Гоголя я тоже очень люблю. Именно из-за того, что там есть такие вот психотипы, которые он, правда, в отличие от Пушкина, немножко преувеличивал, но тем явнее они читались. И надо сказать, что Фаина Георгиевна писала внутри каждой книги, прямо ручкой на полях, она писала, как ты прав, умничка, мальчик мой, она называла Пушкина. То есть, действительно, умница, вне зависимости от того, что ему было не так много лет, как, скажем, мне, по сравнению со мной, когда он писал эти произведения, но он уже во всем этом здорово разбирался. Так что тут его таланту психолога можно только позавидовать. Что еще меня вдохновляет? Это ароматы. Я люблю окутать себя каким-то ароматом, который дает мне определенное настроение. Например, если мне не хватает бодрости, летом я беру какие-то цитрусовые ароматы, если мне не хватает душевной поддержки, в холода, я буду брать ароматы, которые меня греют, которые напоминают мне о заботе, о любви, как бы я сама о себе таким образом заботюсь. Сейчас мне опять снова очень понравился Ричи Ричи от Нины Ричи. Он не терпкий, но он сладковатый такой. Он очень глубокий и он очень-очень теплый. Очевидно, что мне нравятся вот такие вот цвета. И да, они соответствуют вот этим ароматам. То есть действительно есть техника восприятия ароматов через цвета. Именно этим занимаются парфюмеры, когда выбирают флакончик, соответствующий конкретному аромату. Аромат вместе с тем и горький, и сладкий. Он дает мне, знаете, такое какое-то ощущение стабильности. Это уже второй или третий вот пузыречек. У меня такое ощущение, что для меня это сейчас какая-то такая антидепрессантная поддержка, материнская, я бы так сказала, самой себе. Это то, что мне сейчас вот не хватает в тот период, когда меня многое, скажем так, расстраивает. Не сдыхаться от ароматов. Я, в принципе, наношу их сзади, вот сюда, в корни волос. И тогда я не чувствую их настолько ярко, они не удушающие, особенно если мы едем куда-то в машине, нежели если бы я, например, нанесла их куда-то в зону декольте или замочки ушей. Такая вот у меня находка, да, для того, чтобы аромат не был для меня лично слишком интенсивным, но при этом все ощущали бы себя в облаке моего приятного аромата. Ну и сейчас я как никогда стараюсь создать себе какое-то определенное настроение, уютное. Погода мне такая совсем, конечно, не нравится. Не хочется выходить из дома, но нужно. Я уже давно не была на фитнесе из-за того, что вот такое вот состояние, какое-то настроение, немножко такое, знаете, домашнее. То есть хочется быть дома, но нужно. Нужно взять опять себя в руки. Нужно быть активной, нужно выходить из зоны комфорта. Хотя этим как раз я и занималась всю свою жизнь, иногда очень хочется побыть в этой зоне комфорта. Я стараюсь привести какие-то свои аксессуары в порядок, максимально разобраться с вещами до Нового года, что-то отдать. Я говорила вам, что мы отдаем вещи в подарок в дома престарелых, куда-то нуждающимся. И поэтому сейчас я разбираю свои вещи. Решила наконец-таки уже носить свою любимую сумку. Гауде. В принципе, есть такой ремешок, это натуральная кожа, это гауде, гауди. Гауде – это Италия. Мне привозили эту сумку оттуда. Это именно та сумка, для которой я приобретала вот этот кошелек в Минесо. Такой вот портмоне, тонкий, на кнопочке. Есть все необходимое, и отсеки для карточек, кредитки я сюда точно не кладу, максимум какие-то карты магазинов. Здесь есть для купюр и для мелочи. Я уже привыкла к довольно большим сумкам. Эта сумка для меня уже маленькая. В общем, она не сильно раздувается, то есть туда не положишь прям что-то такое огромное, типа термоса, бутербродов. Сейчас, в принципе, я в угоду своему минимализму, который я сама в себе воспитываю, решила минимизировать количество вещей, которые я ношу с собой, потому что сумка у меня действительно огромная. Вот такой маленький портмоне прекрасно сюда умещается, много места не занимает. Кстати, сегодня, когда я вытаскивал эту сумку, я обнаружила там один люксовый тональный крем, который я давным-давно потеряла, то есть прям год назад была удивлена, но, к сожалению, видимо, уже срок годности у него прошел, но он, в принципе, уже и заканчивал. Так что он у меня теперь будет в пустых баночках. А пользоваться я буду продолжать косметикой, из проекта использовать по максимуму, который закончится у меня в конце этого года, 2017-го. И это тоже то, что меня вдохновляет, как ни странно. То есть я организую свою жизнь таким образом, что я могу что-то контролировать. Я контролирую расход средств материальных, я контролирую то, чем я пользуюсь. Я пользуюсь чем-то еще другим, новым, для того, чтобы снимать видео. Например, сегодня я воспользовалась одним средством не из этого проекта. Вот такая вот помада от Диваж, правда, здесь довольно интенсивная в тюбике, а я все-таки наношу такие средства больше как тинт. Я не люблю переборщить с таким вот фиолетовым цветом на губах, потому что он, во-первых, может остаться на зубах в процессе речи, это мне совершенно не нужно пугать вас. А во-вторых, просто я аккуратно к таким вот цветам, коричневым каким-то, фиолетовым. Я показывала вам два таких вот блеска от Clorans, решила их никому не дарить, использовать как тинт, и вот как-то так они у меня сейчас хорошо пошли, ну, в принципе, точно так же, как и эта помада. Для того, чтобы поднять себе настроение, я сегодня выполнила весь этот макияж для себя, для того, чтобы саму себя поддержать. И все это средства из моего проекта использовать по максимуму, если вы первый раз на моем канале посмотрите. Возможно, вы тоже заразитесь этой идеей, и тоже будете использовать те средства, о которых уже давно забыли, найдете им хорошее, достойное применение, полюбите их, как сделала это я в своем проекте. И меня это тоже очень, кстати, вдохновляет. Сейчас меня очень вдохновляет в моем уходе средства, которые помогают мне добиться быстрого очень результата, так, чтобы я не сидела часами в масках на своем лице, чтобы я имела результат быстро. Средства от Дермея, которые я вам уже показывала, дают мне такой результат. Пока, по крайней мере, в мои 44 года они на мне действуют отлично. И вот кислотные тоники, в данном случае это витамины А и Е, гликолевая кислота. И вот такие вот прекрасные сыворотки с пептидами, которые работают на более глубоких уровнях кожи, они действительно работают, они меня вдохновляют на то, чтобы снимать дальше видео. Мне нравится мое отражение в зеркале. Женщины, это очень важно, наверное, вы это знаете, тоже с этим сталкивались, когда вы выглядите не очень, и у вас тоже настроение может испортиться. Меня вдохновляет еще это то, что я могу помогать сейчас в бизнесе моему мужу. Это то, что я хотела, то, о чем я мечтала. В целом, это то, за что я молилась, по сути. У меня несколько высших образований, и я могу работать в абсолютно различных сферах, не только преподавать ораторское искусство и актерское мастерство и озвучивать фильмы. В параллельных других сферах меня успехи даже вдохновляют гораздо больше. Наверное, потому что я чувствую себя талантливым в этот момент в разных областях. Меня это поддерживает, да. То есть, каждому человеку очень важно найти свое место в жизни. Для многих должно сложиться все. Это должна быть и семья, и работа. Для кого-то достаточно только семьи, для кого-то достаточно только работы. Да, такие люди тоже бывают. Сейчас у меня все это есть, чему я очень рада, и я стараюсь это все поддерживать на должном уровне. Ну, и, конечно же, выходить побыстрее из таких вот эмоциональных штопоров, которые расстраивают, которые, во время которых, естественно, может даже упасть самооценка, может снизиться настроение настолько, что не хочется делать ничего. Я стараюсь всеми силами как можно быстрее восстановиться ради, естественно, девочки внутри меня, того самого ребенка, которому нужна поддержка, и ради своих близких, потому что я, конечно, понимаю абсолютно, что я не должна быть слабой мамой по крайней мере, ну, больше одного дня. То есть, я живой человек, конечно, я тоже могу поплакать и быть утешенной в том числе своим ребенком, и это даже хорошо, и для нее это тоже психологическая практика, помощи, но все-таки я хочу быть основой, вот такой скалой, на которую она может всегда опереться, и как бы мне не было сложно, я должна быть сильной, убить быстро, восстанавливаться. Я рассказала вам все, что помогает мне, вдохновляет меня, поддерживает, особенно вот в такие периоды довольно сложные. Я надеюсь, это видео окажется для кого-то полезным, особенно для тех, кто задавал эти вопросы, кого тоже волновали они. Вы спросили, я ответила. Хочу отметить, что если вас интересуют какие-то определенные темы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, смотрите плейлист, не просто видео, а разделенные по плейлистам, то есть по темам на моем канале. Это папки, в которых сложены одной тематики, примерно, видео. Таким образом, вы просто найдете нужную для вас тему, возможно, вопрос, который вы задаете, уже освещен в моих видео. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи, всех обнимаю и будьте благодарны за все, что имеете всегда. Пока!